Всем привет! Сегодня покажу вам на продажу выставилась вот эта вот квартира. Она вообще смотрится как домик, но вообще вот это вот все вот такое длинненькое. Тут сейчас не видно будет. Это одно здание и разделено на такие вот секции, скажем. Вот здесь вот заканчивается эта секция. Получается, что квартира, ну да, как домик как бы. Только единственное, что за стеной сразу же другие соседи. В общем, заходим. Так, калитка. Ой, ага. Так, небольшая, тут маленькая такая территория. Всякие подсветки вечерние. А, лежащий буду. Привет. Так, и заходим, значит, в дом. Дверь со стеклышками. Сразу же вот направо получается такая, как, ну, вообще-то это, наверное, рассчитано было на спальню. Потому что здесь вот есть, как это называется, ой, шкаф, да, вот с ящиками и с другой стороны. Здесь вот повесить можно вещички какие-то свои. Короче говоря, мини-гардероб. Так, это, наверное, под телевизор что-то сделано. Полка. Ну, я так лично вообще вижу это, как под офис, да, сделать вот что-то такое. Тем более, что тут выход прям на улицу. Нужно было бы как-то рекламу сделать, не знаю. В общем, комнатка маленькая тоже. Сюда, наверное, только одна кровать и вместится. Поэтому, не знаю, лично для меня так это именно конкретно кабинет, скажем. Далее, вот, выходим из этого кабинетика, из офиса. Здесь еще один шкафчик. Как типа прихожей мини. Ну, такой, ничего, небольшой, но все-таки. И дальше идем. Здесь, значит, уборная. Так. Раковина. Смеситель. Ну, ничего, тоже такой вот симпатичный. Так, туалет и душевая с ванной. Ванна, конечно, тоже малюсенькая вообще, не знаю. Не, наверное, только полусидя, полулежа можно вообще. Смесители ничего такие. Душ тоже неплохой. Тоже комнатка маленькая. Как вы знаете, вот все, что нужно, все есть. Сразу же направо сейчас будет это гараж. Гараж тоже небольшой. Вообще, только на одну машину. Вообще, здесь одна машина влезет в полки. И вот здесь вот место, вот это вот, это под laundry room, как это, для стирки. Стиралку поставить и сушилку сразу же здесь. Здесь раковина, как обычно. Чтобы, если что, ручная какая-то стирка и так далее. Вот здесь водонагреватель стоит под лестницей. И дальше вот проходим наверх уже. Такая вот лестница, она, конечно, скользкая достаточно, вообще опасная. Представляю так, в носочках каких-нибудь пройтись, это же сразу же скатиться можно. Сразу после лестницы попадаете в еще один такой санузел. Но здесь только туалет и раковина. Вот мне всегда нравится, когда дополнительное освещение есть, когда окна. Не нужно свет будет зажигать днем, допустим. Лишний тратить. Пол здесь мне тоже очень понравился. И вот, когда вы туда поднимаетесь по этой лестнице, сразу же получается вперед у вас санузел. А направо кухня. Кухня-столовая. Так, как бы тут слишком много света. Сейчас я покажу с другой стороны. Вот. Так, лучше будет. Пол здесь вообще классно, мне понравился. Хорошо сделан пол. И с одной, вот с другой стороны, вот справа, открываются двери на террасу. Такой балкончик. Там можно, кстати говоря, даже столик поставить, небольшой со стульчиками. Тоже и кофе пить и так далее. Так, сплит-система. И здесь вот, эту вот одну стену они сделали из камня. Тоже крепление под телевизор здесь. Можно тут, да, как-то обыграть. Так, кухня теперь. Кухню поближе. Так, это что у нас тут дома? Фончик. Сама столешница. Ну, такое, не сильно, наверное, дорогое. Это покрытие, я даже не знаю, как это назвать. Наверняка, шний гранит. Так, здесь место под холодильник. И небольшое вот такое вот помещение, хотела сказать. Небольшой шкафчик, да? Под всякие там тоже нужности. Всякие специи там, допустим, или там сыпучи какие-то продукты и так далее. Так, это что? А нет, это плитка, я думал, это пластик. Так, ну да, тут можно и микроволновку разместить, кто пользуется и так далее. Кухня такая, ничего. Плита, конечно, вот эта вот поверхность старая. Вот, вот видите, вот это вот не очень. Так, ничего, симпатично. Духовка и раковина тоже, как обычно у них. Вот мне нравится, что здесь тоже еще окно. Вообще, как классно, круто. И посудомоечная машина. Она, не знаю, по-моему, небольшая. Ой, как она открывается? Так, не буду, ладно, лезть туда. Так, ну и тоже шкафчики, в общем. И далее идет третий этаж. Вообще, как бы, ну я не хочу квартиры называть, домик такой, как бы, да? Да, домик очень небольшой, но уютненький. Вот здесь мне уже больше нравится лестница, потому что она деревянная. Уже более-менее. Так, идем наверх. И здесь расположена спальня. Ну, спальня тоже малюсенькая. Сюда только кровать влезет и все. Больше ничего. Сразу же направо тоже санузел. Вот, так. Все то же самое, что и на первом этаже. Абсолютно та же самая сантехника. Все эти смесители и так далее. Но здесь просто вот душевая. Туалет. Ну и тоже вот окна. Вот как мне нравится, повторюсь. Окна вообще круто. Так, откуда показать, наверное, учу отсюда. Хотя, со всех сторон свет. Вот это тоже классно. Закрывается плотно-плотно. Такая, как материал. Я не знаю, какой он. Не клеенка, а вот очень плотная такая штукенция. Типа жалюзи, короче, сделана. Прикольно. И шкаф здесь для хранения. Достаточно, кстати, такой функциональный. Мне понравился. Так. С одной стороны такая. Под брюки, под платья, под пинжаки. С карманами. Так, здесь, да, тоже вещички. Так. И другая сторона тоже. Большой, небольшой шкаф. Ну, для двоих, мне кажется, маловато, конечно, было бы. Там, допустим, здесь мужская, там женская часть, да. Но, как-то, маловато будет. Тоже крепление для телевизора. И зеркало, что, конечно же, увеличивает вообще пространство зрительное. Ну, ничего, ничего. Тем более, за эти деньги. Райончик тоже, кстати говоря, достаточно приятный. В общем, эта квартира стоит, стоит 350 тысяч австралийских долларов. Здесь еще тоже небольшой шкафчик. Это какую-нибудь обувь, наверное, или что-то, не знаю, может, подпостельное. Вот такая вот квартирка. Вот выходим из гаража. И все. Сейчас покажу еще чуть-чуть здесь вот, как бы, скажем, черный вход. Вот оттуда вот въезжайте. У каждого свой гараж. Вот эти вот зелененькие дверцы, это гаражи. У каждой этой вот этой вот секции. Ну, и вот. Заднего входа выглядит так. Ну, все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Чао.